Приветствую, друзья! Вот я читаю все комменты, я там, конечно, вы заметили, сердечки все доставлю, как подтверждение, что я с уважением читаю все внимательно. И суммируя все эти комментарии и вопросы, я делаю очередной ролик. Ну, во-первых, я хочу сказать, что такое индикатор напряжения с обратной связью, как регулятор. Ну, мы говорили о том, что 10 – это шторм, 0 – это штиль, здесь 10 делений, это ментально, когда вы себя ловите на стрессе или в покое, или в любом состоянии, мысленно представляете себе этот индикатор. Да, и определяете, здесь хаос в мысли, здесь хаос эмоций, здесь страшно, больно и так далее, это шторм, а здесь штиль – это безмятежность, это нулевое состояние. Когда мысли не сопровождаются эмоциями, я вычислил, что это состояние нирвана, а посовременно называется психологами дефолт систем работы мозга. Ну, так называется, пустота в голове. Так вот, эта пустота, ради которой там и в боевых искусствах, и в других методах пытаются ее достичь, отключить внутренний диалог, так называемый, для чего? Оказывается, в этой пустоте, в этой нирване, внутренний диалог все равно продолжается, но выходит от сознания, уходит на уровень глубокого бессознательного. Сознания уже не мешают стереотипы, страхи, комплексы, то есть эго уже не мешает в этой пустоте синтезу глубочайших решений в соответствии с природой и опытом поколения. То есть, когда человек волнуется, решается какую-то задачу, ушел в эту пустоту, и там его организм, его бессознательное, само по своей природе, по законам природы синтезирует ответ. То есть, получается, что эта пустота нам нужна для чего? Для того, чтобы не мешать нашим механизмам всем найти решение, чтобы наш ум не вмешивался в ситуацию своими комплексами, своими стереотипами, шаблонами, подражанием авторитетов. То есть, освободить для того, чтобы к решаемой вами задачей подключался опыт всех предшествующих ваших поколений. Это потрясающе. Само природное, чтобы вам помогало решить задачу. Вот для чего нужно, волнуясь, решая какую-то задачу, иногда отстраняться, как бы в бездумии, и там происходит синтез решения. Находится ответ. То есть, когда вы, как таковы, своим я туда не лезете, не мешаете, как палка в колесе. Вот для чего иногда нужно вот это безмятежное состояние нуля. Там же и происходит и восстановление. Таким образом, индикатор напряжения. Мы научаемся в нужный любой момент, если первые дни в стрессе себя поймали, или в покое себя поймали, сразу себя мы сильно измерили. А еще, как подсказали участники нашей школы, человек, будучи хомофутурс, можно рычажок мысленно вниз сделать, и если был стресс, он снижается, потому что система биологической обратной связи в мозге, в нейросетях работает. Это очень интересно. Откуда вот этот внутренний диалог там появился? Ну, мы об этом уже говорили, друзья. Дело в том, что человек социально-биологическое существо, это внутренний диалог, он, это есть структура отношения, то есть это отражение человека в обществе, его коммуникации в его внутреннем механизме мозга. То есть он как бы все равно не один, он все равно бессознательно или полусознательно, всегда там с кем-то разговаривает, кому-то что-то доказывает, перед кем-то выступает, но готовясь к выступлению, он там себе представляет, как он будет выступать. Это и есть внутренний диалог. Просто когда он очень напряжен, этот внутренний диалог прямо вылезает на уровень сознания и уже превращается, как я говорил, в бетонную мешалку и мешает человеку думать и соображать, и мысли начинают застревать. Поэтому, когда мы снижаем напряжение, тогда у нас исчезает внутренний диалог, а когда мы выходим на пустоту в голове, его как бы вообще и нету, и там как раз такие лучшие решения и появляются, и там как раз происходит прорыв к открытиям, будущим и так далее, изобретение появляется. Почему я на фоне своих картин обычно делаю свои вот эти вот выступления? Ну, дело в том, чтобы показать еще раз, что я, во-первых, никогда не учился рисовать, а научился сам, и вы так можете. Это пример. Во-вторых, показать, что я не только психолог, врач или философ, или писатель, я еще и художник. Почему? Потому что, друзья, чем больше вы имеете любимых дел, тем надежнее себя чувствуете в жизни, тем больше точек опоры. Вот это я хочу вам продемонстрировать, и самое главное продемонстрировать, что я придумал ключ именно потому, что я междисциплинарник. Междисциплинарник. Междисциплинарник не занят только одной деятельностью, а сразу многими. И когда человек междисциплинарник, он и развивает у себя больше и больше своих внутренних способностей, которые часто, которых он даже и не подозревает. Ну давайте так, внутренний диалог. Как он иногда реализуется в жизни, не так, чтобы он звучал в голове и мешал человеку, а вот в видах деятельности реализуется, в физкультуре реализуется, в жестикуляции реализуется. Жестикуляция – это что такое? Это действие с огромной текущему состоянию, резонансной текущему состоянию. То есть нет противоречия между моими вот этими вот жестами и тем, какое у меня душевное состояние. Вот когда возникает гармония между душой и телом, и действиями, тогда напряжение падает. Жестикуляция – это с одной стороны. Это как раз-таки снятие лишнего напряжения у меня и помощь слушающему меня понять, о чём я говорю. То есть коммуникативная вещь. Жестикуляция. То же самое речь, выговаривание. Речь, она основана на буквах, на словах. Вы должны там выучить слова, буквы и так далее, чтобы выражать свой внутренний диалог, свои внутренние мысли, чувства. Чтобы выражать, разгружаться, вы должны знать буквы. Вот сейчас очень мне понравилось выговаривание не только через буквы, и вытанцовывание. Вытанцовывание. Пропевание. А записывание в дневнике, когда человек свои чувства, мысли, всё записывает в дневнике, он тоже тем самым, условно говоря, выговаривается. То есть пар выпускает. То есть эти все способы разные – это выпускание пара. То есть снять лишнее напряжение, восстановить свою гармонию и двигаться дальше. Так вот, что у нас ещё есть? Нейрографика. Талантливый человек изобрёл, да, правильно. Это когда рисование, там треугольнички, квадратики, там такие архетипические вещи. Потом, значит, круг, как такое, полота, там энергия и прочее. Талантливый человек. Да. Ну там тоже надо выучить сначала, что ты как будешь рисовать через круги, как слова через буквы, там тоже через круги, квадратики. Вот, ну то есть, а вот как можно ещё приблизить самовыражение, самовыпускание пара, чтобы человек снимал напряжение, чтобы быстрее приходил в гармоничное состояние. Ещё вот не выучивая ничего. Там Бог, чтобы не выучивать, чтобы треугольники не выучивать. То есть перекодировка, чтобы не заниматься. Как ещё может быть? Ну ещё может быть дрожание, ещё может быть стонание, ещё может быть тики, ещё может быть как? Ещё может быть подёргивание, моргание, зевание, ещё мычание, ещё что может быть? Ну когда человек там напрягается, расслабляется, ну когда он вот так вот трясётся, потряхивание, да, ещё какие есть способы. Вот этот внутренний диалог, условно говоря, и вообще активность вот эту, когда у вас нет согласованности вашего состояния с вашим положением тела, например. Например, вы лежите в кровати, думаете о чём-то. В это время у вас напряжение растёт, потому что то, о чём вы думаете, вызывает, допустим, сердцебиение. А почему? Вы бы встали и походили. Потому что у вас, когда вы о чём-то вспомнили неприятным или о чём-то волнительным, андреналовое состояние, мобилизации, а вы в этот момент несоответствующее действие совершаете, лежите, например. И поэтому вот эта несогласованность повышает напряжение. А вы бы потряслись, там подражали, помычали, но вы не можете, потому что люди подумают, что вы сумасшедшие. Поэтому 5 минут в день побыть самим собой, побыть как ребёнок. Закрыли двери, чтобы никто ничего не подумал. Постанали, помычали, покричали, позевали, поспали, подражали, ногой помахали, ногой покачали, туда-сюда по комнате походили, потанцевали, подирижировали, пожестикулировали, бой с тенью побили там, как боксёры, бой с тенью. Короче говоря, много форм самовыражения этой активности, чтобы из адреналового состояния мобилизованности перейти в состояние успокоенности, чтобы от 10, чтобы были на стрессе, на 10 на этом индикаторе напряжения, перейти к нулю. И когда вы 5 минут в день побудете самим собой, несколько дней подряд, то вы заметите, что вы стали уравновешенней, спокойнее. А потом всегда, когда у вас стресс, вы только вспомнили шкалу стресса, сжали, или делали хлёст, или дирижировали, то, что вам больше подходит, вы успокаиваетесь. Хоть в самолёте летите, хоть под водой, хоть где. Хоть даже, когда слушаете мою болтарню. Итак, друзья, давайте ещё подумаем, какие ещё базовые механизмы и инстинкты есть у человека в момент стресса, ну там кроме оцепенела, кроме бежит, кроме как бей, беги там, ну какие ещё там есть, без того, чтобы перекодировать, чтобы непосредственно выражать. Ну какие ещё, давайте вместе подумаем. До встречи. Да, кстати говоря, я Жданову Владимиру Георгиевичу написал, который здоровым образом жизни занимается, как мне там в комменте посоветовали. Написал и жду ответа, что вместе сделали для нашей школы Человек-Больший Хомофутурус совместную работу. Он за здоровый образ жизни, мы за здоровый образ жизни. Ну и сейчас мы напишем, пришлите мне, пожалуйста, адрес, кто придумал нейрографику. Мы ему тоже напишем письмо. Если будет время у человека и интереса, мы тоже с ним сделаем ролик. И вообще подписывайтесь и на Телеграм, и подписывайтесь, потому что нам нужно расширять, расширять нашу школу, потому что мы даём очень интересные контенты. До встречи. Здоровья вам и счастья. Всё будет хорошо, между прочим. До встречи.